Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Ну что, как бы продолжаем ролики по Black Rush. Как бы вся информация в описании, там ссылочка, промокод, все прочее. И давайте перейдем к самой новости. Обновленное окно выбора сервера на Black Rush. Вот давно нужно было вообще это сделать, потому что даже я, человек, который не так давно начал играть на всей вот этой вот Black Rush, даже его уже, если честно, достало вот это вот привычное окно выбора сервера на Black Rush. Потому что ты заходишь и там, знаете, такое диалоговое окно, в котором все сервера, типа, не особо удобно. И они там такие вот мелкие, прям если они до сих пор остались и еще можно подснять вот этот вот весь футаж, то я подсниму и покажу вам, как все это выглядит там. Потому что это реально полное, ну, было такое, знаете, издевательство. И, наверное, это нужно было использовать как такой, знаете, некий временный вариант того, как все это выглядит на Black Rush. И сейчас, так как все это вот хотят изменить на более такой инновационный окно выбора сервера, то, разумеется, я только за все это. Неужели вы думали, что тут будет вот что-то другое? Типа, я такой, нет, вы знаете, вот выбирать сервер не очень комфортно, можно промахнуться, но вот я все равно за это. Потому что, ну, Black Rush, вы знаете, ну, она, да, такая, может быть, сервак-то выбрать и не особо удобно. Ну, лично мне как бы, ну, а почему бы и нет? Вот, типа, не особо удобно, зато, знаете ли, там, это такой входной этап. Типа, вот, чтобы там можно было нормально устроиться в армию, там, может быть, в полицию, может быть, еще куда-нибудь. Типа, ну, что, такой, знаете, стресс-тест. Вот, начальный попадешь ты по своему серверу, на котором ты играешь или нет? И это ладно, если у тебя там первые три, по которым попасть, вроде как, еще, ну, более-менее можно. А те, которые стоят вообще посередине, и ты такой, типа, своим толстым пальцем нажимаешь на какой-нибудь, я там не знаю, какой посередине проект идет. Не помню, их там очень много, миллиарды, триллионы, триллиарды и так далее. То есть, ты нажимаешь, попадаешь не на то, такой, блядь, сука. Хотя, у меня, вроде как, мискликов не было, но некоторые люди мне на это жаловались, говорили, мол, чел, а вот у тебя нормально, типа, вообще на все это нажимаешь. Я такой, типа, да, вроде, да, они такие, а то я, блядь, нажимаю, на вот, сука, purple, блядь. А у меня там, блядь, блядь, съездец, ну, че, че это такое? И, разумеется, сейчас, когда все это поправили, когда, вот, окна выбора всех этих серверов, если они будут такие, то есть, тут сколько помещает, ну, где-то, примерно, наверное, три в ряд. И, разумеется, по ним попасть намного легче, чем по всем вот этим вот остальным. Поэтому, я думаю, что, разумеется, все это, как бы, ну, теперь стало намного лучше. Вообще, Black Rush, она, знаете, вот, идет куда-то вот в более такое, в улучшение. Казалось бы, какие-то временные варианты, к которым уже более-менее все игроки Black Rush, и они привыкли, все равно они их меняют на более удобные для того, чтобы охватить еще большую аудиторию со всего этого. Вы можете сказать, типа, да ты че, серьезно, как вообще все вот это вот окно выбора сервера, оно может повлиять на то, какой онлайн будет на проекте? Ты че, ты вообще уже поехал кукухой там, что ли, со своей этой Black Rush, и со всеми остальными серверами, серьезно, что ли? Оно же особо на все это не влияет. А я вам скажу, нет, потому что с этого складывается, вот, опять-таки, когда я в своем первом видеоролике сказал про то, что есть вот такие, знаете, мелкие детали, то, что на них смотрят, на них обращают внимание, я совсем забыл сказать про то, что выбор серверов, он сделан не особо удобно. И вот то, что есть сейчас, оно сделано, разумеется, вернее, будет, будет вот в скором времени, я так понимаю, тут по три в ряд, можно будет какой-то избранный, допустим, сервак добавить, вот этот вот мой сервер, а можно будет, типа, зайти во все сервера и вот там зайти, ввести свой, я так понимаю, логин, пароль, хотя в логин вводится в самом клиенте BlackRush и поэтому, типа, все, нужно будет ввести только пароль, типа, вот так, потому что, ну, у кого будут разные никнеймы от разных серверов, я думаю, что один никнейм и все, и ты на все сервера вот с него заходишь. И сейчас давайте более подробно все это обозреем, слева у нас, типа, выбор сервера, потом такая, знаете, черта градиентная, такая красно-оранжевая, ну, такая, знаете, более-менее, потом мой сервер, кнопочка и потом кнопка все сервера. Тут в моем сервере Purple, то есть реклама сервера Purple, Purple и так далее, то есть тут, типа, ну, вот так оно все написано, происходит и вообще тут находится, нарисовали, сделали прочие вещи, может быть, а может быть и нет. Вот, поэтому, ну, как бы, да, вот, Purple сервер я-то, как бы, буду там, знаете, на другом, но вы, разумеется, можете выбрать любой сервер, который вам вообще понравится на BlackRush, на котором, может быть, играет ваш любимый ютубер, или который вам просто по цвету больше всего нравится, типа, блин, ну, Red мне не особо нравится, а вот, допустим, Green, вот это вот да, или там Pink, или там еще вот какие-то прочие сервера, вот это да. Однако, ладно, я думаю, что обзор вот этих вот всех диалоговых окон, окон, дверей, на всем этом можно, типа, закончить, вот, поэтому, если что, то вся информация по поводу BlackRush, она находится в описании данного видеоролика, заходите туда, там ознакомливайтесь со всей информацией и вообще, всем спасибо, увидимся тут же, завтра, наверное, в 20.00, либо чуть-чуть попозже, может быть, немного еще и пораньше, не знаю, как получится, как пойдет, всем спасибо, всем, типа, вот, до свидания и, наверное, пока. Субтитры сделал DimaTorzok